всем привет дорогие друзья на дворе мая двадцать третьего года отличная погода мы ульянской области в рабочем поселке сурская моменты выхода последнего видео про левин прошел практически год за это время изменилось достаточно многое или установлены тормоза суппорт колдиновский а диск чуть поменьше именно от селики потому что для легковесной машины именно такие тормоза подходят они не слишком тяжелые но их энергоемкости достаточно для того чтобы оттормаживаться поворотах как видите появились наклеечки turbo racing cup это значит что позади уже как минимум один этап чемпионата time attack turbo racing cup неважно на сантиметр впереди или на километр дочь победа выбран стартовый номер 73 73 регион ульяновская область на фоне никольская гора очень приятно осознавать что на стартовом номере красуется именно символика и номер твоего региона в обзоре который есть на нашем канале про левин уже многое сказано но напомню что это тойота левина и 111 вернее 110 96 года выпуска то есть об этом говорят до рестайлинговые задние фонари но морда передний бампер оптика уже вот 111 кузова ну и по сути это просто стайлинг который зависит просто от предпочтений владельца данный автомобиль используется для тайм атак тайм атак это гонки по кольцу без масс-старта без контактов на время и пилоты соревнуются для того чтобы показать как можно лучшее время это намного бюджетнее и более безопасно для автомобиля по сравнению с масс-стартом для начала для вката в кольцо это подходит лучшим образом не подняв капота до движка не добраться капотом у нас установлен 4 же black top легендарный мотор 1 из 6 20 клапанов который развивает 165 сил атмосферный мотор который крутится 8300 в отсечке развивает 165 сил и казалось бы это не так уж и много в принципе гонка в представлении многих людей это та тачку которой много сил которая по прямой очень классно пуляет привет вак но тайм атак это немного про другое это про повороты точки торможения ну и конечно же да про ускорение и там решает отдельная мощность управляемость хорошая подвеска хорошие тормоза хорошая резина машина в меру облегчена то есть здесь удалена шумка полностью удален кондиционер но легкий капот дэспид легкий титановый выхлоп 5 зиген все сделано для снижения массы но пока что установлен еще стоковый багажник вместе с пилотом со мной и больше половины бака масса на чемпионате составил тонна 70 килограмм данного конфига вполне достаточно для того чтобы ехать в кольцо и показывать конкурентное время более подробный обзор про левин про его технические характеристики какие доработки здесь установлен можно найти на канале это видео больше про планы на сезон только левин пережил зиму про то что ждет нас впереди и сзади уже первый этап turbo racing cup на москва рейсвей москва рейсвей отличная трасса мрв ее называют отличные зоны вылета отличные повороты легендарные мг планируется вы можно больше выезжать в кольцо потому что требуется больше тренировок больше вката в руках очень много еще секунд так что все впереди все только начинает первый этап прошел достаточно интересно это был вкат первый раз был выезд на мрв это был первый выезд в рамках trc рамках чемпионата на мрв стартовые взносы на turbo racing cup составили 16 тысяч рублей за 5 сессий зачетных чече 20 тысяч было гонки будут проходить на москва в рейсвейна адм рейсвей что тоже москве на и горе в питере казани каньон классная трасса очень хочется ее посетить смоленске в нижнем новгороде поэтому левину предстоит еще поездить по разным городам россии в рамках чемпионата говорят в дороге думается лучше кем ты был и кем станешь в этом году отсутствует автовоза по крайней мере так было анонсировано на тачке подготовленные для гонок все низкие на жесткой подвеске у нас стоит колы ты тренировочные колеса для выездов это 225 hankuk 45 профиля то есть конфиг явно не самый подходящий для путешествия по нашим российским дорогам и поэтому было принято решение купить новую резину чуть повыше профилем для переката одета она на в смп ушки то есть крепкие колеса ну и благодаря тому что резина 60 профиля вполне себе неплохо проглатывает она неровности и по крайней мере дорога ощущается помягче и была выполнена вот такая тестовая вылазка в ульяновскую область прошла поездка хорошо то есть неровности кочки переживаются достойно терпимо думаем что между городами ездить тоже будет вполне себе комфортно ну а колеса для выезда будут перевозиться в багажнике давайте переместимся сюда сюда спокойно умещается три пятнашки то есть колес 15 диаметра отсутствует шумка в багажнике достаточно большой плюсом к всему складывается часть заднего ряда планирует сюда три колеса класть селитровку бензина собой возить ну а одно оставшееся колесо в салон то есть несмотря на то что это спорт купе до автомобиль который участвует в гонках багажник большая можно собой возить колеса ну и вещи которые будут необходимы для чемпионата короче левин отлично вот просто классно вписывается именно в сезон живем увидим посмотрим как это все будет проходить установлен масло кулер жирный радиатор для лучшего охлаждения масло помоечка через проставку с термостатом грекс установлены сенсор давление температуры масла тефлоновые шланги от hydrosconda масло масло кулер blacktop сток абсолютный мотору минимальный пробег мотор был привезен из японии с пробегом 11 тысяч километров все то есть найти сейчас такой blacktop очень тяжело поэтому за ним просто нужно следить никаких сюда валов дудок и чего-то такого прям не планируется устанавливать потому что мотор отлично себя показывает то есть большего не требуется ну а так как охлаждение у нас подразумевает что мотор крутится на треке живет в отсечке охлаждение здесь максимально запасом поэтому в городе с маслокулером прогреть масло больше 65 градусов очень сложно ну поэтому вот такая картонка установлена закрывает маслокулер и вот в таком раскладе по маслу мотор не греется выше 80 90 в пробках в городе что вполне себе отлично то есть если у вас маслокулер то следите за тем чтобы масло вас прогревалась и многие просто накрывают картонкой маслокулер да такой около колхозный тюнинг но по крайней мере это позволяет выезжать на трек скидываешь картонку а по городу ты ездишь не переживай за то что у тебя масло холодно достаточно хорошо смазывает ну и тогда масло в городе греется не более 90 градусов что вполне оптимально по воде мотор тоже не греется и также можете вот обратить внимание что развальные опоры с регулируем чашками то есть можно кастер регулировать прямо здесь очень удобно очень удобно так что комфик максимально настроенный на облегчение на хорошее охлаждение это все позволяет дубасить на треке и греть масло в пике пока что 110 был посмотрим сколько будет к середине сезона по жаре может быть поднимемся на 130 посмотрим у каждого есть слабое место ну и так как автомобиль строился по идеологии легкого автомобиля у которого не такая большая мощность но очень хорошие показатели удельной мощности каждый килограмм очень весом поэтому на следующий этап планируется выезжать с пластиковой крышкой багажника которая весит три с половиной килограмма уже планируется выезжать без салона ну то есть пассажирское сиденье 15 килограмм кондиционер задний диван 10-12 килограмм то есть еще можно наскрести килограмм 30 спокойно 35 и тогда масса составит тонну 40 килограмм что еще приятнее давайте переместимся в салон посмотрим что из себя представляет тот самый велюровый салон фонс из 90-х по салону у нас все выполнено лучших традициях японии 90-х годов то есть никакого пафоса все минимализме таком да у нас качественный пластик он мягкий вот посмотрите прям приятно трогать 90-е у нас хороший велюр да все такое качественное простенькая без вычурных каких-то элементов но вполне себе выполняет свои функции задачи но дополнительно установлены датчики давления температуры масла штек установлен ковш bright легкий в поворотах очень хорошо держит то есть оригинальные салазки все все для кольца все необходимые тоже оригинальные ремни конечно они уже с просроченным амалагации но свою задачу выполняют отлично для любительских чемпионатов пропускают вот эти вот пластиковые элементы приборной панели в сине окрашенные таким он приехал с японии ну кто-то скажет колхоз мне поначалу тоже не очень это все нравилось но сейчас привык хорошим их конечно черный покрасить просто для минимализма сейчас они бросаются в глаза но вполне себе прикольно у нас еще в салон вывезено принудительное включение вентилятора можно услышать вот он по кнопке включается то есть прежде чем дубасить включаешь вентилятор дополнительное охлаждение все все здесь практично настроена именно вот на показания хороших результатов задний ряд какой-никакой но он есть сюда можно положить вещи то есть место для маленькой девочки вполне предостаточно но конечно он эксплуатируется как правило просто и то чтобы туда положить вещь но велюр очень приятный на ощупь ну и не перетертый то есть по сей день в хорошем состоянии так что хороший японский салон но без каких-то то все очень просто и со вкусом я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели первый этап на мрв был очень интересен ожидалось что из-за того что буду держать очень спокойный темп и не топить приеду ближе к второй части списка было 17 участников заявлено то есть ожидал что буду где-то второй половине ехал максимально аккуратно но несмотря на это было пару моментов которые точно будут теперь зазубрины в памяти оставлять потому что первый разворот произошел в мг из-за отлива бензина ехал с четвертью бака затяжной дуге чувствую что чуть-чуть начинает пропадать тяга идут бац и у нас просто разворачивает на переднем приводе если ты в повороте теряешь тягу но это очень опасно и пытаясь запустить мотор он не запускается то есть стрелка бензина на нуле чё бензин закончил второй разворот произошел после прямой я решил чуть сместить точку торможения к максимально поздней точке и в поворот принес очень много скорости понимал что не получается распустить машину чуть-чуть держал тормоз ну из-за этого понесло жопу обороты были не очень высокие благо на мрв очень хорошие зоны вылета слава богу то есть все прошло вполне себе и даже несмотря на то что этап был первый получилось занять шестое место из 12 участников то есть было заявлено 17 но принимали участие 12 неплохой результат для первого раза с учетом того что автомобиль в классе был самый маломощный прострелечки кайф за счет хорошей просто динамики в поворотах приятно было натаскивать в поворотах мегану rs например наш меган rs весь в очень интересных наклейках ну а дальше больше потому что в руках еще очень много надо тренироваться и мобиль способен ехать на тумбу мое время 217 5 мрв это так себе результат надо ехать из десятки макс микс 10 лет назад блин показывал такие результаты тоже на торса не ехал и на мрв время было 2089 надо еще очень много тренироваться так что история только начинается ну и конечно автомобиль собирают взгляды леон очень красив такие стремительные черты линии ну плюс наклейки уже тоже притягивает внимание мы болтаем или едем украшения 10 секунд, пока мы мчимся, я свободен. Мечта об автоспорте, дух автомобиля – это то, что живет во многих из нас. И, возможно, мы уже последнее поколение, которое имеет возможность прикоснуться к таким автомобилям, которые позволяют еще ехать в кольцо. Да, то есть Левин – 96-го года, ему уже больше 20 лет, и их остается все меньше и меньше. Благо, мы еще застали то время, когда эти кузовы живы, эти моторы еще крутятся и не жрут масла, кстати, вот, ну, прям вообще мало ест. Ну и благо, сейчас существуют любительские чемпионаты, которые позволяют ехать по треку, ощущать вот этот дух гонок и развиваться. Ведь действительно можно в рамках чемпионата вырасти, приехать на тумбу и дальше двигаться к новым победам. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, дорогие друзья. Ну а еще подписывайтесь на Телеграм, на группу ВКонтакте. В Телеграм мы выкладываем прям шок-контент. В ВКонтакте мы дублируем информацию и выкладываем шок-фоточки. Так что не забывайте об этом. Ну и колокольчик там, комментарий, все такое. Друзья, давайте, на связи. Субтитры сделал DimaTorzok